Всем привет! Сегодня я хочу начать снимать видеовлог на два дня с Бонни. Как я сказала, что следующее видео будет с Бонни. И как раз снимаю видео с Бонни. Как вы видите, сейчас она одета в таких шортиках, но не ей как штанишки. Это бодик такой с зайкой и повязочка. Так вот красиво она одета. Сзади, как вы видите, у нас появился новый новогодний декор. Такие свечки и гирлянды. Сейчас я все зажгу и вам покажу. Вот так это все выглядит, девочки, в Телеграме. Уже видели всю эту красоту. Ссылочка на Телеграм в описании. Вот так это все выглядит. Мне очень нравится. Вот эта гирлянда идет везде. То есть она идет вот сюда на зеркало. И также она идет вот здесь. У нас снова перестановочка небольшая. Здесь теперь такие вещи лежат. А здесь вот так. Я открыла крышку, чтобы эта коробка всегда была открыта, потому что по-другому неудобно. Что-то у меня с фокусом не то. Здесь бутылочки поставила. Правда, они падают все время. Надо будет потом как-нибудь придумать по-другому. Пока так будет. Вот сейчас хотела бы начать делать куколок на продажу. Хочу сделать как минимум двух куколок на продажу. Куколки будут маленькие, то есть по 10 сантиметров. Ну как, это не очень маленький размер. Нормальный размер, я считаю, для Мини Реборна. Ну, мне нравится такой размер. Мне удобно лепить куколу такого размера. И хочу также заснять видео. Но это будет отдельное видео. Оно выйдет отдельно. Как я леплю личико для Мини Реборна с закрытыми глазками. Вам покажу. Так как влог сейчас с Бонни, то Наоми я даже пока показывать не буду. Вот. Но у нее там тоже обновки есть. Сегодня вечером я пойду на новогодний концерт. И, возможно, там вам что-нибудь засниму. Сегодня у нас воскресенье. А выложу я это видео в понедельник вечером, скорее всего. Так что не удивляйтесь. И также завтра мне надо будет уже идти в школу. К сожалению. Мне в этом году ходить в школу еще целых пять дней. Представляете? Ну, конечно, уроки, скорее всего, будут такие сокращенные. Плюс начинаются елки. И сейчас у младших классов. Поэтому там будет везде новогодняя музыка играть. Такая новогодняя атмосфера будет в школе. Но тоже, возможно, вам что-нибудь поснимаю. В общем-то, будет интересно. Оставайтесь с нами. Сейчас хочу начать лепку. Хотя бы смешать сам цвет. То есть я смешиваю вот эту полимерную глину с такой полимерной глиной и с коробки. Коробка просто уже выброшена. Но, как я сказала, сама лепка будет в отдельном видео, которое выйдет чуть позже. Также вы видите сейчас такие носки. Они абсолютно новые. Я купила их вчера в Галамарте. Такие носочки. И, как вы видите, я из них уже кое-что сшила. Конечно, ткань у них не самая хорошая. Она распускается немного. Не знаю, сколько одежды из них протянет. Но пока будем носить. Вот такой вот костюмчик. Тоже девочки в Телеграме. Его уже видели. Это кофточка с отдельно пришитыми рукавами. И ползуночки. Шить из этой ткани было достаточно сложно. Потому что ты шьешь, ты вообще не видишь, что ты шьешь, где ты шьешь. Вообще нитка теряется. Короче, больше я из этой ткани сшить, наверное, не буду. Это я выброшу. Потому что это невозможно просто. Вот. Эти костюмчики я далеко убирать не буду. Мы его чуть попозже оденем Бонни. Вот здесь положим. Кстати, для кукол на продажу мне пришли вот такие платочки, чтобы запаковывать малышей. Такие платочки. Очень красивые. Тут пять штучек. Вернее, я купила их в магазине обычно. Мне заказывала. Но еще я заказала десять платочков на Wildberries. Вот. Примерно таких же. Чтобы отправлять с ними в них малышей. Очень мило. Красивый. Последний платочек вот такой. Когда мне придут остальные платочки с Wildberries, я выберу, какие платки останутся нам. То есть я, наверное, две штучки оставлю нам для видео. А остальные будут уже для продажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! У нас уже следующий день. И что вы думаете? Я снова приболела. Сегодня я не пошла в школу. Хотя думала, что я пойду вечером. Но утром у меня достаточно сильно разболелось горло. Поэтому я не пошла. Но я думаю, что завтра я все-таки пойду. Завтра мы пишем пробник по-русскому. В 8 часов утра очень рано. Поэтому я думаю, что все-таки нужно будет сходить. Ну, а сегодня я осталась дома. И, как вы заметили, я вставила вам части концерта, на которые мы вчера ходили вечером. И на самом деле концерт был действительно классный. Во всем есть свои плюсы. То есть сегодня я не пошла в школу. Но зато я, наконец, начала лепку кукол. И радостная новость в том, что я сделаю себе в коллекцию еще одну куколку. Как меня просили, потому что многие просили. Я решила действительно, почему бы и нет. И сделать я решила мальчика в коллекцию, чтобы у нас было две девочки и мальчик. Но показывать я вам его не буду, потому что решила сделать интрижку. На него выйдет отдельный обзор. Это будет отдельное видео. Выйдет, я думаю, ближе к концу недели. И также я постараюсь сделать целых двух куколок на продажу. Ну и мастер-класс, как я и говорила. Хочу снять, как лепить с плюшку. Мальчика себе в коллекцию. Я, кстати, уже слепила. И сегодня я могу его уже запечь и доделать. Так что вы уже скоро увидите. Видео будет называться там пополнение. Обзор на новую Минерборну, что-нибудь такое. Вы увидите обязательно. Ну и сейчас я хотела бы переодеть Бонни. Новогодний костюмчик. Вот этот. И я думаю, что не буду это снимать. Но то, что смогу снять одной рукой, сниму одной рукой. Бодик такой вот на Бонни. Он ей, знаете, как песочник, даже можно сказать. Да? Сладенькая девочка наша. Развиняюсь, у меня какая-то мутноватная была камера. Я ее протерла и сейчас получше стало. Ну, не знаю, заметили вы или нет. А мы раздеваемся дальше. Подгузник я Бонни менять не буду. Кстати, скоро я хочу сходить в магазин и купить упаковочку памперсов. И сшить все-таки памперсы, подгузники из настоящих. Мне очень захотелось это сделать. Сниму вам об этом видео, возможно. Смотрите, у нас вполне успешно получается переодеваться одной рукой. Но вам один спойлер. То, что мальчик будет даже меньше, чем Бонни. То есть вот такой примерно. Он пухленький получился достаточно. И с ним будет очень удобно снимать какие-то поездки и гулять. Я его специально для этих целей делала маленьким. Ну и одежду ему, конечно, тоже придется отдельно делать. Но это уже мелочи. И сейчас будет фокус. Вот мы и переоделись. Я Бонни оставить решила повязочку. Костюмчик ей великоват. Но меня это не смущает на самом деле. Все равно выглядит мило. Сейчас я ей дам вот такой сок попить. Маленький. Конечно, освещение не очень. Потому что уже 5 часов вечера. Пустышки у меня, к сожалению, нет пока что для Бонни. Ну и вообще вот такое вот, чтобы под расцветку подходило этого костюмчика. Но я вместе с куколками также сделаю и запеку новые бутылочки и пустышки. Так что скоро у нас все будет. Для мальчика, кстати говоря, нужно будет сделать маленькую такую переносочку или матрасик, чтобы его тоже здесь хранить. Вот здесь, я думаю, рядом с Бонни он будет жить. Либо же вот здесь можно его поставить. Ну, я думаю, рядом с Бонни, потому что у этого контейнера есть крышка. И в ней видео я накрываю куколу вот так. И на них пыль не падает. И они здесь в целости, в сохранности. А у Наоми есть крыша. Я думаю, нам очень скоро перестанет хватать этого ящика для одежды. Потому что для мальчика надо будет вообще, в принципе, одежду отдельно складывать, потому что она будет другого размера. Последнее, что я хочу показать в этом видео, это сейчас мы вместе с вами будем делать новогоднюю пустышку и новогоднюю бутылочку. Я, конечно, буду делать не только одну бутылочку, одну пустышку, но остальное я уже буду за кадром лепить. А вот по одной бутылочке, одной пустышке мы слепим вместе с вами. Здесь вот у меня лежит процессик, мальчик уже готовый. Его я вам не покажу. Я сказала, хочу в этот раз сделать интрижку. А здесь вот заготовки для двух кукол на продажу. Отсюда мы единственное возьмем магнитики. Вот у меня тут уже два вида магнитов. Получается, что вот такие магнитики побольше, пошире они идут в кукол я вставляю, а вот эти плоские магниты я вставляю в пустышки. Хотя на самом деле разницы, наверное, нет, но все же. Возьмем один магнитик. Он укатился у меня. Ладно, подниму потом. Один магнитик возьмем. Вот он. Магниты я заказывала на Wildberries, кстати говоря. Артикул вот. Если кому-то надо, магнитики такие 4 мм. Потому что было много вопросов по этому поводу, где я их купила. Начнем с бутылочки. Саму основу я хочу сделать вот из такого цвета. Я слегка размяла глину. И сейчас я делаю форму бутылочки, какую мне надо. Я думаю, что будет бутылочка такая более низенькая, но при этом такая достаточно широкая. Что-то по типу такого хочу сделать. Возможно, это даже будет паильник. То есть сделаем ручки. Ну, пока так оставим, потому что потом все равно это все буду еще редактировать. Верх бутылочки у меня будет красного цвета. Сейчас тоже немножечко разомну глину. Так я выключила фитолампу, поэтому освещение могло измениться. В общем-то я сделала три таких выблешочка. Один из них пойдет наверх бутылочки. Вот сюда. А два других, как вы, наверное, уже догадались, будут для ручек. Если получается как-то кривовато, то я беру ножичек и редактирую вот так. Для самой соски в верхней части я смешиваю вот этот цвет и немного желтого. Получается вот такая штучка. И мы крепим это вот сюда. Дальше я просто делаю такие вот движения пальцами. И постепенно формирую соску. Могу также помогать себе вот таким инструментом. Делать вот так. Ну пока так меня устроит. Дальше с помощью ножичка я делаю вот такие вот вмятинки. Не знаю, как это объяснить. Для реалистичности. Извиняюсь, если вам не очень хорошо видно. Просто на камеру очень трудно лепить. Дальше я хочу, чтобы на этой бутылочке был рисунок в виде елочки. Поэтому сейчас берем зеленый цвет. И также нам понадобится желтый. И какие-нибудь еще цвета разноцветные. Чтобы сделать украшение на елку. Так как это новогодняя елка будет. Я наконец-то догадалась включить вспышку. Молодец, Настя. Только сейчас. Ну да ладно. В общем, я ничего выдумывать не буду. Просто вот такой вот треугольник, как елочка, нам вполне подойдет. Крепим его куда-нибудь. И сейчас будем украшать нашу елку. И делать ее более похожей на елочку. Я немножечко пропустила, потому что очень кропотливая работа. Я уменьшила елочку. Сделала наверху такую белую штуковину. Звезду делать не буду, потому что это как-то прям нереально. Делать настолько маленькую звездочку. Также сейчас скрутила две колбаски. Белую и голубую. Раскатала снова эту колбаску. И получается такая красивая, прикольная штуковина. Опять же. Да, я умею объяснять. Пытаемся сделать из этого гирлянд. Но опять же я буду делать это не на камеру. Получилось что-то издали напоминающее новогоднюю елку. Но меня это устраивает. В принципе. Не знаю, прикольно, по-моему. Я сделала еще такие точечки. С помощью зубочистки. Не знаю, это что-то типа шаров новогодних, наверное, изображается. Ну, я так решила это изобразить. Сейчас для полноты картины сделаю ножку коричневого цвета. И придам ей прямоугольную форму. Чтобы было похоже хотя бы немного. И последнее, что нам нужно сделать. Это так, как я все-таки решила делать паильник. Прикрепить ручки. Вот так. Ну, и еще мы забыли сделать мерочки. Как у бутылочки. Тоже сейчас мы это сделаем. Это самое простое на самом деле. Вот такие ручки. С этим я тоже не заморачиваюсь. Вот так замечательно это все выглядит. Вот и здесь сзади сейчас сделаем мерочку. Просто очень делаю. Беру, провожу такую черту. И вставим сами мерочки. Вот я делаю немножечко. Вот так вот три штучки. Вот и все. Больше здесь ничего выдумывать не нужно. Ну, вот так получилось. Мне кажется, прикольно. Камера немножко искажает. Но вообще мне нравится. Кривовато, конечно, слегка. На продажу я бы, наверное, такую не сделала. На продажу я всегда делаю лучше, качественнее, ровнее. Потому что, ну, все-таки на продажу. И люди за это деньги платят. Соответственно, они должны получить хороший, качественный товар. Я так считаю. Вот. Ну, нам в коллекцию такая бутылочка подойдет. Сейчас по-быстрому сделаю пустышку. Основа будет, естественно, красного цвета. У меня красный больше всего ассоциируется с Новым годом. И также в этой пустышке будет присутствовать зеленый цвет. Вы видите заготовки для пустышки. Я решила сделать ее круглой для разнообразия. Там внутри уже есть магнитик. Я примерю пустышку на Наоми, чтобы была нужная полярность магнита. И все. То есть я всегда магнит прячу именно внутрь бутылочки. Вернее, пустышки. И сейчас буду оформлять эту пустышку. Добавлять такие зеленые элементы. И также хочу сделать вот из такой колбаски бежевой интересную игрушку. Тоже вы ее увидите. И не обращайте внимания, пожалуйста, на мой голос. Потому что я приболела, как я уже и говорила в этом влоге. Пустышка получилась вот такая. Показываю без вспышки, потому что так лучше передается, как в жизни. Такая палитра цветовая у меня почему-то ассоциируется красный, зеленый и коричневый с Новым годом. Так прикольненько вышло. И я вспомнила, что у меня есть такие вот блесточки в виде звезды. Поэтому сейчас я хочу прикрепить эту звездочку маленькую на елочку нашу. И если бы я, конечно, вспомнила об этом раньше, было бы попроще. Ну да ладно. Смотрите, как прикольно получилось. Звездочка вот так вот переблескивает. И вам на камере не особо это видно, как в жизни. Но суть вы поняли. Вот такой вот новогодний комплект. Сейчас будет еще игрушка. Я вам ее покажу, и мы закончим видео. Вот такая игрушечка получилась. Я видела такую в интернете для маленьких деток. И решила тоже сделать. Кривовато, конечно, но похоже. Мне нравится. И на этом я хочу закончить свое видео. Мне кажется, получилось достаточно интересно. Так что, если оно вам понравилось, то не забывайте ставить лайки. И подписываться на канал. Кнопочка внизу. И всем пока-пока.